Одежда потеплее, хорошее настроение, топор и вперед за новогодним символом! Так, стоп! Во-первых, это не самая теплая одежда. Во-вторых, за незаконный сруб грозит штраф минимум 3000 рублей. В-третьих, за это вообще можно получить уголовное наказание. И что тогда делать? Есть у меня пара вариантов. Сосна крымская, сосна обыкновенная, ель. Марийская. По словам продавцов, на елочном базаре лесная красавица из соседней республики имеет более насыщенный цвет. Но рядом с ней ждут своих покупателей и татарстанские хвойные. Цены зависят от высоты и породы деревьев. В Казани елочные базары открыты по всему городу. Некоторые говорят дорого, некоторые говорят хорошая цена. Подойдут. Ну, чуть попозже. Красивая. Нравится? Да. Я хочу другое, еще больше. Давай посмотрим побольше. От метра и до самых облаков. Голубая, новогодняя ель, сосна. Выбирать здесь приходится. Лесную красавицу можно приобрести и в специальных питомниках. Чтобы не навредить природе, деревья для сруба сажают в охранных зонах или под линией электропередач. В такие места, как правило, не захаживают кабаны и лоси, главные вредители елей. В основном человеческий фактор. Пока ни одного бы конвейера не поймали. Но еще только с самого начала периода, еще как бы за неделю до Нового года обычно они оживляются и начинают активно работать. Самому срубить ель в любом случае не удастся. Купить на базаре или приехать в питомник – выбор есть. Главное в погоне за новогодним настроением не навредить природе. Салават Мухмадулина, Мерзалешев, ТНВ, Лаишевский район, Казань.